Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Ирина и очень рада видеть вас на своем канале. Снимаю видео о своих августовских приобретениях. Будет две части. В первой я покажу вам покупки из различных магазинов, а также небольшой презентик, который ко мне приехал в августе. Ну а во второй части расскажу о двух своих заказах из интернет-магазина Рандеву. Если вам эта тематика интересна, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Начать я хочу с комплимента, который я получила от Жанны Фетисовой. У Жанны есть свой канал, я с большим удовольствием оставлю на него ссылку в описании к этому ролику. Жанна снимает видео на косметическую тему. И в основном она рассказывает о люксовых и профессиональных средствах по уходу за кожей лица и тела. Но недавно Жанна заботилась тем, чтобы рекомендовать для своих зрителей, блогеров, которые оставляют на своих каналах отзывы на более бюджетные средства. Потому что у Жанны ее зрители спрашивают отзывы на подобного плана продукцию. И мой канал оказался в числе тех, кого Жанна рекомендовала для своих подписчиков к просмотру. Мне это, конечно, очень приятно. Мне очень лестно и ценно такое внимание. Жанна, спасибо вам огромное. И, конечно же, я с большим интересом и удовольствием протестирую все те продукты, которые вы мне прислали. Потому что это действительно все для меня абсолютно новое. И ни один из этих продуктов я ранее не пробовала. Итак, первое, что Жанна мне прислала, это стайлинг гель от марки Велла. Здесь объем 30 мл. Я, если честно, не задавалась вопросом, полноразмерное это средство или пробник. Степень укладки здесь троечка. И подобной продукцией, как я уже ранее сказала, я не пользовалась. Тем интереснее мне будет протестировать это средство. И, конечно же, потом оставлю вам свое мнение по его поводу. Возможно, в дальнейшем буду его повторно приобретать, если он подойдет для укладки моих кудряшек. Следующий продукт, который был в посылке от Жаны, это энзимная пудра-пенка для умывания от марки Шоконад. Подходит этот продукт для любого типа кожи. Это полноразмерное средство. Здесь 115 мл объем. Я вообще, в принципе, с маркой Шоконад знакома. Я с ними как-то сотрудничала. И осталась в полнейшем восторге от продукции этой косметической марки. Это наше российское производство. Изготавливается эта косметика в Новосибирске. Вы знаете, меня прям гордость берет, когда столь качественные косметические средства производят у нас в стране. Я с пудрой и пенками незнакома еще не пользовалась средствами такого формата в своем уходе. Поэтому с большим удовольствием, конечно же, протестирую этот продукт. Сейчас я вам попытаюсь сфокусировать, что данное средство обещает для нашей кожи и как им нужно пользоваться. Очень интересное для меня средство. Рада, что смогу благодаря Жанне его попробовать. Жанна знает, что я в последнее время увлекаюсь корейским уходом за кожей лица. И поэтому думаю, что следующий выбор продуктов был этим обусловлен. В своей посылке я увидела малышку в 15 мл интенсивного увлажняющего серума с семенами зеленого чая от марки Innesfree. Вот таким образом выглядит эта малышка. Так, что обещает данный продукт? Концентрированная сыворотка обеспечивает увлажнение и здоровое сияние кожи. Ну что ж, просто замечательно. С большим удовольствием протестирую. Я люблю корейскую косметику. И был еще у меня пробничек от марки Skinhouse. Новая для меня марка. Также ничего ранее ее не пробовала. Это у меня пробник интенсивно питающего и увлажняющего крема для лица. Он оказывает антисептическое и ранозаживляющее воздействие на кожу. Успокаивает ее, защищает, тонизирует и восстанавливает. Подходит для любого типа кожи. И особенно рекомендован для увядающей кожи, склонна к раздражению и воспалению. Еще один пробничек крема был также от марки Шоконад. Это крем-гель для лица. Противовоспалительный для проблемной и жирной комбинированной кожи. Как раз именно то, что мне нужно. Обещает заметно сокращать поры. Оказывать противовоспалительные действия. Устранять угревую сыпь и черные точки. Регулировать работу сальных желез и липидный жировой баланс кожи. А также предупреждать появление гнойных воспалений. Здорово. Я думаю, что в долгий ящик я эти пробнички не буду откладывать. А уже сразу пущу в использование. И в скором времени поделюсь с вами своим мнением. И дальше два аромата на тестирование от Жанны ко мне приехали. Во-первых, это пробничек Beautiful Magnolia от Estée Lauder. Данный аромат относится к группе цветочных водных. И, как я поняла, это новое издание 2021 года. В верхних нотах лепестки магнолий, лотос, мате. В сердце магнолия, гортене, солнечные ноты и турецкой розы. А в базе мускус, кедр и сандал. Пока я еще не тестировала этот аромат. Но, конечно же, обязательно это сделаю. И потом передам вам свои эмоции по его поводу. А вот следующий аромат я уже протестировала. И могу сказать, что я не просто влюбилась. Может быть, я сейчас грубо выражусь. Но он снес мне крышу. Я сейчас уже просто успокоилась. Потому что уже несколько дней прошло, как я посылку получила. Когда я его впервые на себя нанесла, эмоции у меня просто зашкаливали. Я вот с подругами общалась. Они знают мое состояние после этого аромата. После тестирования этого аромата. В общем, я заболела. Он, конечно, далеко не бюджетен. Мне хотелось бы полноразмерную версию. Но, с другой стороны, это, знаете, такой аромат обязывающий. Это не на каждый день. Это на какой-то торжественный случай, на выход. У меня они, к сожалению, в данный момент редко очень бывают. Поэтому, может быть, целесообразнее мне будет какую-то мини-версию приобрести. Но я хочу, чтобы он был в моем повсюмерном шкафчике. Речь идет о аромате Боттега Венета. Это итальянская марка. Это парфюмированная вода. Относится она к группе шипровых цветочных. Выпущена в 2011 году. И название аромата совпадает с названием марки. В верхних нотах здесь розовый перец, бергамот, в сердце жасмин и в базе кожи дубовый мох и пачули. Боже мой, как он на мне раскрывается. Это просто потрясающе. Но с ним нужно быть аккуратней. Его легко сделать, как вам выразиться, слишком много. Поэтому, думаю, даже мини-версии на очень долгий период времени хватит. Но аромат чудесный. Я просто заболела, я влюбилась, я пропала. В общем, теперь строю планы, чтобы он появился в моей жизни в большем объеме. В общем, вот такая милота ко мне приехала. Жанна, спасибо вам огромное за возможность протестировать новую для меня косметическую продукцию. Ну и за Боттегу Венету. Это просто... У меня нет слов. Вы могли бы мне только вот один этот пробничек прислать. И я была бы просто вот на вершине блаженства от того, что я смогла его протестировать. Я немного запинаюсь. Вы знаете, не хочу переснимать. Правда, у меня вот настолько волнительные эмоции по поводу этого аромата. Я даже вот как-то теряю дар речи. Настолько вот он меня впечатлил и покорил. Жанна, еще раз большой-большой спасибо. Но сейчас я это все уберу и покажу уже, что я приобретала сама непосредственно. Были у меня интересные хозяйственные покупки. У Брев появились новиночки подвесов для унитаза. Линейка называется Бриллиантс Гель. Все в одном. Новинка Арктическая Волна. Приобретала у нас в Фортуне. Это сеть пензенской магазинов косметики и бытовой химии. Там акция была вот именно на такие вот промо-упаковочки из двух штук. 163 рубля мне каждая обошлась. И вторая новинка это свежесть дождя. Что они обещают? Очищающая пена, защита от загрязнений, свежесть и сияющий блеск поверхности унитаза. Ну что ж, с большим удовольствием протестирую. Надеюсь, эти новинки от Брев меня впечатлят и порадуют. И еще у меня одна покупка была. Это я уже приобретала в Мэтр Кэшн Кэрри. Там была акция на средства для стирки. И помимо того, что на этот стиральный порошок и так была снижена цена по регулярной акции в Мэтр Кэшн Кэрри, на него еще и дополнительная скидка действовала. Поэтому обошелся он мне всего лишь в 426 рублей. А так он, конечно, безумно дорого стоит. Я говорю о японском порошке АТАК. Я сейчас таким порошком пользуюсь. Просто приношу свои извинения. Когда я его купила, забыла показать в покупках. Но поскольку я повторила покупку, думаю, можно сделать вывод, что он мне понравился. Классный порошок. Очень экономичный расход. На мою машинку в 3,5 килограмм нужно всего половина мерной ложечки. Здесь 900 грамм в упаковке. У него приятный аромат. С ним абсолютно не нужен никакой ополаскиватель и дополнительный пятновыводитель. Прекрасно отстирывает. Освежает цвет тканей. Вещи мягкие. Легко гладится. На них не остается никакого запаха порошка. Я безумно довольна. И по какой-либо акции буду стараться обязательно его повторять. Потому что я признаюсь честно, что этот порошок по моим впечатлениям переплюнул. И мой ранний любимый Фаберлик. И порошок от Биомио, который я тоже очень хорошо оценила. Они хорошие. Я их не ругаю. Но от так это просто лучшее из того, что я в своей жизни пробовала. Поэтому если вы с ним еще не знакомы, то по какой-либо акции я настоятельно рекомендую его попробовать. Классное средство. Никакой аллергии на моей коже он не вызвал. Хотя я почему обычными порошками не пользуюсь? Потому что с ними, с такой проблемой я сталкивалась. Далее канцелярские покупки и покупки книг. В Чернильнице. Это у нас сеть канцелярских... Вернее, магазинов с канцелярскими товарами. Я приобрела тетрадь со сменными блоками. Всего за 180 рублей. Почему я говорю всего? Потому что помониторив цены в интернет-магазинах, вот такие тетради, зачастую и отдельная обложка, стоят в районе 300 рублей. Мне не сколько нужны блоки сами, сколько вот нужна обложка с кольцами. Я когда снимала видео о своих блокнотах, говорила о том, что хочу некоторые не очень удобные склеенные блокноты, для того, чтобы в них писать, разобрать на отдельные листы, сделать дыроколом отверстие и использовать в такой обложке, делать записи. В общем-то, для этих целей читать мною была приобретена. И мне кажется, интересная такая обложка в девчим стиле, хэппи-тайм. Я надеюсь, что все время будет счастливым. В общем, позитивно. И, как оказалось, недорого. Ну и приобрела я две книги. Была акция в Читай-городе. Очень удачно. Стоимость каждой мне обошлась в 292. То есть одной, а второй в 291 рубль. Это сейчас считается очень дешево. Приобрела я две очередные книги из серии о приключениях Эраста Фандорина от Бориса Акунина. Приобрела я «Смерть Эхилеса» и «Особое поручение». Осталось мне последнюю книгу «Алмазную колесницу» приобрести. В акцию не смогла ее купить, потому что уже не было на сайте. Ну, посмотрю, подожду. Может быть, еще скидки будут. Ну, или же куплю в оффлайн-магазине. Может быть, в следующий месяц. Когда немножечко посвободнее со средствами будет. Ну, довольно-довольно. Практически всю линейку я собрала за последнее время. Ну и дальше покупки у меня, знаете, будут такие. Из разряда «дособирала серию», «дособирала коллекцию». Но сейчас буду показывать, поймете, о чем речь. Как-то Наташа Овсяникова я в покупках увидела новинки чая от марки Тесс. И все, заболела, загорелась, мне захотелось. Она приобретала в «пятерочке». Я в наших «пятерочках» смогла найти только вот две такие новинки. Это «Релакс» и «Детокс». Уже показывала их вам в своих покупках. Два других вида чая как ни искала, в «пятерочке» найти не могла. И вы представляете, мое удивление. Зашла как-то за хлебом в магазин рядом с домом обычный такой. И там все четыре разновидности представлены. Ну, я, конечно же, сразу купила недостающие. Ну, во-первых, это «Ай-Кью». Так что у нас здесь давайте посмотрим. «Розмарин», «Розелла», «Тамарилла», «Листья бучу», «Кардамон» и «Черный чай». Очень интересно, конечно. Буду пробовать. И второй часть «Энерджи». Здесь у нас «Матча», «Куркума», «Киви», «Жасмин», «Оу-Лонг» и «Яблоко». Интересное сочетание, конечно. Очень интересно будет протестировать на вкус. Дальше. Что еще? Чем еще я пополнила коллекции? Ну, как-то в своих покупках я показывала уже масочки из линейки лимонадов от «Этют Органикс». В фикс-прайсе их приобретала по 55 рублей. Папайя и ревень, клубника и базилик. И вот, наконец-то, я увидела третью разновидность в нашем фикс-прайсе. Арбуз и мята. Яркие, красивые, позитивные, сочные, вкусные. Надеюсь, что по качеству окажутся тоже хорошими. Такая вот у меня коллекция еще собралась. Дальше. Также из фикс-прайса показывала уже в своих покупках новинку, лимитку от «Палмалиф» с папайей. Кей для туши я приобретала. И, наконец-то, в фиксах у нас и манго появилось. 99 рублей я приобрела, не раздумывая, потому что в других магазинах гораздо дороже они стоят. Поэтому вот в фиксе самая удачная цена. Могу сказать, что по аромату, в общем-то, не питая ни манго, меня особо не впечатлили, не вдохновили. В общем-то, приобрела исключительно из коллекционных таких целей. Потому что «Палмалифы», гели, особенно лимитки, я, конечно, обязательно приобретаю в свою небольшую такую коллекцию. Ну и дальше. Что еще интересного приобрела? У «Фитокосметики» вышла новая линейка уходовых средств «Фитобомб». Там и гели для душа, и шампуни, и бальзамы, и маски для волос, и скрабы, и кремы для рук. Так, всего очень много, все хочется попробовать, но я решила себя все-таки немножко ограничить. И у меня были довольно-таки дорогие парфюмерные покупки, о которых речь пойдет во второй части видео. Но мимо одного крема для рук я все-таки не смогла пройти, потому что он, так, сейчас скажу, с чем, с маслом макадамии и экстрактом вишни, а также в составе пантенол и калензим Q10. 24 мл объем. Малышка, быстрый, израсходуется, я думаю. Приобретала у нас в «Фортуне», без какой-либо акции, по-моему, 42 рубля. Стоит вот такой кремик, но вот мимо вишенки не смогла я пройти. Хотя, в общем-то, крем для рук мне и не нужен, у меня их много в запасах. Поблажка себе такую небольшую дала, купила. А также в «Фортуне» за 90 рублей я приобрела зубную щетку. Я меняю раз в сезон зубную щетку, близится сентябрь. И поэтому решила протестировать вот такую новиночку. Long Vita марка. Незнакомая, абсолютно ничего не знаю, ничего не слышала. В общем-то, повелась на оформление. Посмотрите, какое оно красивое. Ну, в принципе, головка выглядит обнадеживающе. Вроде бы должна быть неплохая, по моим ощущениям. Средняя жесткость. Я либо среднюю жесткость покупаю щетки, либо жесткие. Там очень много интересных, красивых оформлений еще. Если мне понравится, подойдет эта зубная щеточка. Обязательно, конечно, покупку повторю. Буду такую новиночку тестировать. Ну, и были у меня еще покупки декоративной косметики. Сейчас я это все уберу, чтобы освободить пространство. И мы с вами их посмотрим. У нас в Фортуне была акция на декоративную косметику для глаз. Действовала скидка 40%. И, конечно, не смогла я мимо такой акции пройти. И приобрела давно интересующую меня продукцию. Ну, во-первых, я купила тушь от марки Maybelline Lash Sensation Sky High. Обошлась она мне со скидкой в 323 рубля. Я слышала на нее классные отзывы. Ну, и, в общем-то, решила познакомиться. Оформление, конечно, очень мне понравилось. Красивое. Надеюсь, что и содержимое не разочарует. И еще одну тушь я приобрела. Решила вспомнить былое. Max Factor 2000 калорий. В моей юности на пике популярности эти туши были. Обошлась она мне в 230 рублей со скидкой. Не знаю, насколько она хороша. Слышала, что сейчас она стала хуже, чем была в те далекие радужные годы моей юности. Но, в общем-то, решила вспомнить. И приобрела я палетку для макияжа от марки Lovell. Вот таким образом она выглядит. Приходит в картонной упаковочке. У меня это 0,2 оттенок. Есть еще 0,1. Здесь 9 оттенков теней. Пудра и скульптор. Давайте посмотрим все поближе. Обошлась эта палетка мне со скидкой всего в 370 рублей. Я хочу сказать, что для нее это очень дешево. Внутри бархатная коробочка. На обратной стороне наклейка, которая дублирует информацию на картонной упаковке. Но она, хочу сказать, очень ненадежно держится. Вот видите, очень легко отстает. Но, в общем-то, ее наличие не обязательно. На магните палеточка. Зеркала в ней нет. Но мне, в общем-то, это не особо расстраивает. И вот таким образом выглядит ее содержимое. Давайте вместе посмотрим. Итак, пудра и скульптор. Ну, по-первых, мы впечатлению оттенки неплохие. Посмотрим, как они будут работать на лице, конечно. Ну, и сейчас я сделаю сводчи теней и к вам вернусь. Ну, что ж, вот таким образом выглядят сводчи этой палеточки. Хочу сказать, что тени довольно мягкие, приятные, шелковистые. Неплохо отдают свой пигмент на руку. Ну, посмотрим, как они будут вести себя на глазах. Ну, я смотрела на ютубе у девочек, которые профессионально кращатся, отзывы на эту палетку. Они, в общем-то, неплохие. Особенно, конечно, здесь вот три верхних оттенка собой интерес представляют. Давайте посмотрим еще раз поближе на саму палетку. Ну, что ж, буду пользоваться, тестировать. Я тени люблю, тени маньяк своего рода. Поэтому, конечно, вот таким очередным интересным приобретением в свою коллекцию очень довольна. Ну, на этом я первую часть закончу. Надеюсь, что была вам полезна и интересна. Оставляйте свои комментарии по поводу увиденной косметической продукции. Может быть, вы что-то уже пробовали и составили свое мнение. Оно будет интересно не только мне, но и другим зрителям моего канала. А я с вами прощаюсь до следующей части моих августовских покупок.